Сразу два значимых для села праздника отметили жители Каир – День села и 50-летний юбилей местного клуба. Прямо в фойе Дома культуры гостей встречала выставка ретроспектива фотографий об истории клуба, села и о важных моментах из жизни его жителей. Когда-то Каиры были центром летнего туризма и отдыха для всего Лиманского района. Теперь, когда Лиман катастрофически обмелел, село, что называется, выживает, оптимизма селянам добавляют два важных проекта, которые хоть и длительные в своей реализации, но уже получили мощный старт. Первый – реформа децентрализации, которая позволит объединиться Каиром с соседними селами и получить от государства больше возможностей для своего развития, хотя вместе с тем и обязательств. Я рассчитываю, что с децентрализацией объединением громад здесь будет тоже объединение вместе с Курицова, Каиры, Серпка и Новониколаевка. Я рассчитываю, что мы вдохнем какую-то жизнь сюда тоже. Мы сейчас работаем с Институтом экономики и Академии наук над программой социально-экономического развития этого будущего объединения. Делаем расчеты, думаем, что можно сделать. И совместно с жителями села и с институтами, различными учеными, я надеюсь, что мы что-то сделаем. Нам нужно привлечь бизнес, капитал привлечь сюда, чтобы развернуть немножко работу. Потому что, к сожалению, люди уезжают из села и все меньше и меньше остается людей. О том, что Каирам необходимо экономически развиваться, понимают все представители будущей Курицовской громады. Здесь должно быть какое-то производство для того, чтобы были отчисления в бюджет рабочие места. И первое, что необходимо будет здесь сделать, здесь, наверное, надо будет продумать ситуацию по созданию фермы. На сегодняшний день нашему селу не хватает хороших и добрых предпринимателей, которые щедро и лагерно будут относиться до того, что у нас сегодня есть. Второй проект, который дает надежду жителям Каир – начало строительства гидротехнического сооружения в устье канала Телегульский лиман-море, который позволит поднять уровень обмелевшего водоема на полтора метра. Каиры находятся в такой местности, что до лимана будут буквально считанные метры. Ну, я не говорю о рыбоводстве, которое, возможно, здесь будет. Ну, и самое главное, наверное, это туристическая тропа. Так мы расцветим, тогда село расцветнет, тогда уже будет тут и молодежь, уже все тут будет. Если будет лиман, будет что-то как-то открываться. Потому что если лиман, то уже, считайте, открывается. Уже люди приезжают, уже люди стоят и с молочными, все продают, и уже движение проходить. Я думаю, что с помощью депутата Олега Джумберовича, он, как говорится, говорил, что уже на следующий рейк лиман поднимется на полтора метра, уже цей, будет больше нормально. И он вместе с его районным депутатом Виталий Котталадзе, который будет заниматься этим вопросом. Я думаю, что эти люди, они возродят наши карьеры. Все это вскоре станет реальностью при стабильном финансировании проекта Лиман-Море, на который выделяются средства не только из областного бюджета, но и из Государственного экологического фонда. Это возможно еще и потому, что у депутата областного совета Олега Кутталадзе есть мощные соратники по этому направлению. Председатель областного совета Анатолий Рубанский, народные депутаты Павел Унгурян и Алексей Гончаренко. Поэтому и праздник в селе Каиры получился с надеждой на хорошее будущее. Это было видно из выступлений местных коллективов, из того, как поздравляли друг друга жители села. Кроме 50-летия клуба, здесь отметили 40-летний юбилей работы в библиотеке ее заведующей. Поздравили семейные пары с десятилетием совместной жизни, так называемой трояндовой свадьбой. Причем поздравили те, кто уже состоит в браке 45 лет, и в этом году отметил свою сапфировую свадьбу. Вот так по-семейному и прошел этот прекрасный праздник. Закончился он выступлением группы «Прибой» из Одессы. Это подарок областного депутата Олега Кутатыладзе на День села.